Ах, всем привет с канала Брим Тим, и сегодня у нас в продолжении идёт рыболовной тематики. Скоро уже сезон фидера, лёд уже во многих местах сошёл. На дворе, какое сегодня, 14 апреля, в том году первый раз пошли 20 или 22, и в том году был ролик, один из первых на рыболовную тематику, который набрал довольно-таки хорошую статистику со измеримым возможностям канала. Он назывался «Тонна прикормки на сезон 2020» или что-то такое. Найти его можно также в общем первичне видео. В этом году решил тоже показать вам первый стартовый закуп, так сказать. Учитывая, что вы знаете, что мы рыбачим там 5-4 фидерами, следовательно, одного пакета нам на одну рыбалку мало, уходит у нас, как правило, 3 пакета за день. То есть там с 7 утра до 6 вечера на 5 удилках. Мешаемся мы на специализированных жижах, на воде мало, когда просто. И решил показать вам новинки Дунаева. Очень широкий ряд у них вышел, мы ещё купили не всё, это будет докупаться до такой годы. В том году я вроде считал, но лучше не считать, потому что когда считаешь, сколько уходит за сезон, то есть 37 пакетов я считал, у нас примерно нет евро. Только в начале было 19 пакетов. На рыбалке мы были около 20 раз, в среднем 2-3 пакета. Это, если умножить, это выходит очень большое число, поэтому лучше не надо. Что нам приготовил Дунаев к этому сезону? Ореховый микс. Был у них, кстати, из премиума класса ореховый микс, но, как я понял, эта серия более доработана. Сюда они нам добавили QR-код, посмотреть на ютубе это можно. Добавили свои информационные, так сказать, каналы связи. Тут же всё осталось неизменным. В просвете мы видим эту мелкую фракцию и пыль. Ореховый микс подразумевает собой добавление всех орехов измельчённых, то есть этого даже я вижу. Отчётливо виден арахис, отчётливо виден переломанный грецкий орех. Ну, наверное, фундука здесь мало. Так он себя покажет. Будем по максимуму снимать отчёты. Прям хочу вот углубиться и каждый отчёт снимать. Так, я даже не знаю, как лучше, в сторону, наверное. Да, будем в сторону, а это будем двигать. Некоторый пакет продырявил, чтобы понюхать. Также хлебушек, который ещё был известен с того года. Это с Настей Здрасте от Коли Алексеева. Уже есть чёрный хлебушек. Хлебушек с укропом, с чесноком. Такая бомба, которая произвела в том году фурор. Опа, и чуть не уехал у нас. Чёрный лещ дунаевский классический, не первый год. Думаю, рассказывать про него не нужно. Полевая мелкая, снова. Слива, как пара Сазан. Классическая серия, 900 грамм. Цена 93 рубля. И прям шикарно. Далее. Клубника. Это тоже всё тот же сезон. Не первый год известен. Думаю, говорить не стоит. Конечно, мы её не обделяем. Она очень замечательно себя показывает. Специи. До этого специи можно было найти у Миненко. Против Миненко я не имею ничего. Замечательная прикормка. Сколько она раз нас спасала. Давала офигенные нам рыбалки. Но вот тот сезон мы весь прорыбачили на Дунаеве почти. И тут у них появились специи. Сразу скажу, что крупной фракции здесь не так много. Допустим, как вот в ореховом миксе. Это подразумевает собой, что здесь больше добавления именно различных специй по типу тмина, наверное, кориандра. Далее. Такая мелкая, тёмная прикормка. Мелкофракционная карась на жмыхе подсолнечника. То есть это такой вкус проверенный ещё дедами, отцами. Думаю, зарекомендую себя без каких-либо проблем. И два интересных вкуса напоследок. Это паутус. Действительно воняет рыбой. У Кристины нюх лучше, чем у меня. Она прям сказала, что прям вот рыба-рыба такая. Мелкофракционная. Есть добавление крупной фракции. И сейчас кое-что я вам потом покажу. Это мы в сторону отложим. И так же креветка. То есть сказать о ней нечего. До этого её не было. Посмотрим, как она себя покажет. Эти два вкуса мы на них ставим сейчас больше всего. И что касаемо жиж. Вот у нас есть фишбейт. Рыбный микс. Рыбный микс будет, я думаю, офигенно замешаться вот этими двумя. Далее. ЦСР у Дунаева на тигровом орехе прекрасно пахнет. Просто волшебно. Я думаю, он будет хорошо на ореховом миксе. То есть, сами знаем. Мёд от фишбейта будет офигенно замешиваться с хлебом, с клубникой, с мёдом. Со вкусом это, конечно же, да. То есть, такие пару рецептов, как мы будем мешаться 100%. Так. И показать вам... Я твит... Так. И показать, так как мы будем рыбачить на метод в этом сезоне. На что мы будем рыбачить? Помимо бойлов, которые уже есть, это 8-миллиметровый карпадром. Дривый перец со вкусом гарлика, чеснок. То есть, вот такой вот. Такой довольно мокрый, уже просверленный. Так, вот. Видимо, не было видно. Прям запах резкий. И груша. Поп-апы от Flat Feeder Extreme Masters. Металлическая баночка. Вот такие вот поп-апики. Что-то я всё как-то завожу за камеру и не видно. Вот. Так что я думаю, видосы, кстати, ещё по прикормке будут, потому что это ещё не весь наш закуп. Единственное, что в последующем уже не будет этого. Что я показал сейчас. И на это мы делаем определённые ставки. Это действительно. Будем ещё докупать жижи. Будем ещё докупать сухой прикорм. На этом наш видеоролик подходит к концу. Благодарю за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока. Пока.